В декабре 1958 года Рэй Чарльз со своей группой играл на танцах в городке Браунсвилл, штат Пенсильвания. До конца мероприятия оставалось еще 12 минут, а песни из репертуара уже закончились. И тогда, тогда Чарльза сделал то, что под силу лишь настоящему гению. Он сел за рояль и запел песню, сочиняя ее прямо на ходу. Рэй попросил бэк-вокалисток повторять за ним фразы, которые будет произносить. Для чернокожих артисток это было не в новинку. Все они росли на госпелах и ходили в протестантские церкви американского юга, где принято хором повторять слова пастора. Как Чарльз умудрился подбирать слова в рифму до сих пор непонятно, но песня прошла на ура и по окончании танцевального марафона его участники потянулись к сцене с вопросом, где можно купить пластинку с этим шлягером. Музыкант как-то отшутился и понял, что импровизация получилась неплохо. Он обкатал песню еще несколько раз на живых выступлениях, назвал ее What I'd Say и позвонил своему продюсеру Джерри Векслеру, сказав, что надо бы записать новый хит. Песня была записана в нью-йоркской студии Atlantic в феврале 1959 года и на звукорежиссера Тома Лауда никакого произведения не оказала. Никакого впечатления. Более того, с ней пришлось повозиться, убирая не совсем приличные выкрики Чарльза и его музыкантов для радийной версии. Но, несмотря на старания Тома Лауда причесать песенку, в Британской Америке она все же показалась слишком хулиганской. Слишком хулиганской. Лишь только пластинка появилась в продаже и попала в руки радио-диджеям, разразился жуткий скандал. Музыкальные критики обвинили Рея Чарльза в непристойности, мол, темнокожий артист бесстыдно изображает в песне не что иное, как половой акт. Это диалог между Реем Чарльзом и его бэк-вокалистками, который начался в церкви, а закончился в спальне. Вы знаете, это был самый мягкий приговор из всех, что композиция Удаи Цэй тогда получила. Продюсерам пришлось в срочном порядке выпускать кастрированную по самой никуда благопристойную версию, чтобы спасти не только трек, но и репутацию звукозаписывающей компании. Но шумиха пошла песне только на пользу. Молодежь сходила по ней с ума, а когда ее включили в свой репертуар белые исполнители, такие как Элвис Пресли, Рой Орбисон, Джонни Кэш и Битлы даже, она вновь зазвучала по радио. А Рей Чарльз очень злился. Ха, о сексе на радио можно петь только белому человеку, получается? Но именно благодаря белым каверам его хит был признан официально, а радио-диджей стали крутить в эфире и оригинальную версию в исполнении автора. Сегодня What I'd Say считается одной из главных песен, повлиявших на развитие рок-н-ролла в целом. Она занимает десятую строчку в списке 500 величайших песен всех времен и народов. А Мик Джаггер, Эрик Берден и многие другие известные музыканты признаются, что занялись музыкой под влиянием именно этой композиции, созданной Рейм Чарльзом на ходу, прямо на сцене пенсильвазского городка Браунсвель. Вот такая у нас сегодня музыкальная история. Субтитры создавал DimaTorzok